Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами поговорим про пастеризацию вина. На самом деле я уже делала подобный ролик, но там был больше акцент на процесс, на то, как сделать вот эту самую пастеризацию. А сегодня я хочу поговорить больше о том, для чего вообще она нужна. Что меня натолкнуло на это? Часто вы задаете вопрос, а как мне вот вино пастеризовать? И каждый раз я вам отвечаю на этот вопрос тоже вопросом, а зачем? То есть в первую очередь, касательно не только пастеризации, а в принципе любых других операций с вином, достаточно жестких операций, мы должны себе задать вопрос, зачем, для чего мы это делаем. Не надо делать это потому, что где-то это написано, а так делает сосед, еще кто-то. Нет. Вы сами для себя четко должны понимать, для чего вы это делаете. Ну а теперь приступим к самому процессу. Что вообще такое пастеризация? Это определенная термическая обработка для того, чтобы в вине убить все микроорганизмы. Существует определенный миф, что домашнее вино хранится крайне плохо, оно скисает в уксус, и поэтому у многих создается стереотип, что для того, чтобы вино хранилось, его надо пастеризовать. Это вообще в корне неверно. Мы будем еще разговаривать, я обещала, про хранение вина. Так вот, если ваше вино сделано правильно, технологически правильно, то есть вы дали возможность завершиться всем процессом, всем брожением, вы не сыпали туда бездумно сахар, то ваше вино будет прекрасно храниться. Без всяких пастеризаций и без всяких дополнительных вмешательств. Когда нам пастеризация нужна? Первое. Когда что-то пошло не так. Например, на нашем вине мы заметили какие-то пленки. Это может быть уксусная пленка. Она еще не нанесла каких-то сильно разрушительных последствий для вина. Может появиться тонкий уксусный запах. Мы понимаем, что еще немножко и наше вино испортится. Да, в таком случае пастеризация нам не просто нужна, а очень нужна. Потому что от того, что мы эту пленку уберем, не факт, что в дальнейшем вот эти бактерии не начнут еще развиваться. Поэтому да, в таком случае нам надо грубое вмешательство. Либо вариант второй. Бывает появляется сверху пленочка, она может быть похожа на плесень. Она может быть просто такой белой. Вот смотрите пример. Здесь может быть плоховато видно. Тем не менее, вы видите все же вот такие вот пленчатые островки. Дело в том, что она была более явная, эта пленочка. Пару дней назад вот эту экспериментальную баночку несколько взболтала. Поэтому видно хуже. Ну вот эти включения, это косточки всплывали мелкие. Ничего страшного, но пленочки вот видно. Такие островки. При этом запах конкретно в этой баночке, он вроде бы нормальный. То есть уксусом не пахнет. Вроде как ничего страшного. Так могут развиваться пленчатые дрожжи. Когда-то, когда я рассказывала про пленку в вине, тоже было несколько комментариев, что может это хересные дрожжи. Может, но не факт. Мы с вами вот так вот просто в домашних условиях не определим, хорошие это дрожжи, либо не очень. И поэтому, если мы видим развитие каких-то пленок, конечно, резкий какой-то запах. Но это вообще нам просто вот красный флаг и сигнал, что надо что-то делать. Если, допустим, да, пленка появилась, но пока каких-то вот глобальных изменений, может быть, цвета изменения, потеря. Причем достаточно резко. Вот на темных винах, на красных винах это видно достаточно хорошо. Сейчас я попробую вот это подсветить. Видите, оно совсем бледненькое. Ну, оно не должно быть таким. То есть идут какие-то не самые хорошие процессы. А, конечно, смотрите, в случае, если у нас пленки появились, да, но вроде бы там никаких изменений вкуса, запаха нету, можно попробовать, особенно когда большие объемы, аккуратненько эту пленочку убрать с поверхности. Аккуратненько все снять с осадка, если он у нас есть. Залить это все в новую чистую емкость. Здесь я еще прошу обратить ваше внимание. То есть воздухопроницаемая крышка, на самом деле, плохо она держит. Плоховато была закрыта. Большое воздушное пространство, то есть заливаем обязательно под горлышко, ставим в холодное место. Часто спрашиваете, насколько холодная, насколько возможно, ну, не в отрицательную температуру. И наблюдаем. Если у нас пленка все равно начинает развиваться, ну, значит, надо прибегать к более жестким мерам. То есть запомнили, да, что пастеризация нужна тогда, когда что-то пошло не так. Начали развиваться пленки, резкие запахи. Если резких запахов нету, можем себе позволить немножко понаблюдать. Но, смотрите, если на поверхности, это часто бывает заметно на красных винах, у вас появляется пленка такая, как бензин, радужная пленка. К бактериальной порче это не имеет никакого отношения. Это совершенно другое. Это идет один из металлических кассов. Что-то такое я когда-нибудь расскажу. Пока можете немножко погуглить, почитать, если интересно. То есть радужная пленка это не то. Пленочки будут какие-то вот такие более белые, более заметные. Потом в конце я еще, конечно же, расскажу, что у пастеризации есть альтернатива. Следующий момент, когда мы можем прибегнуть к процессу пастеризации, это вина с остаточным сахаром. Особенно это касается тех, кто не любит сухие вина, но абсолютно не разбирается вообще в технологии вин в принципе. Тоже много-много раз об этом говорили. У вас все отбродило, вы попробовали, вам кисленькое, вы решили добавить сахара. Сели и ждете, что ваше вино будет вкусным. А там дрожжи начинают этот сахар подъедать. В итоге вино остается таким же кислым, но более крепким. Это, скажем так, лучший вариант. Дрожжи могут уже быть сильно уставшие, что-то с ними быть не то. Они уже вашего сахара вот так вот накушались. И сахар это еда, съест кто-нибудь другой. То есть вино начинает портиться. Так вот, уважаемые любители добавления сахара, вы должны запомнить одну простую истину. Сахар это еда. И кто-нибудь его досъест. И поэтому, если уже вам так хочется сахар добавить, ну, тоже много раз я об этом говорила, что проще всего сделать сухое вино, дать ему возможность пройти все его нормальные стадии, кислотность у него в процессе снизится, и вам оно будет не таким кислым, вполне вероятно, вас очень даже устроит по вкусу. Но хотите добавить сахар, добавьте его там где-нибудь перед употреблением. Либо, если вы уже добавили, то, может быть, не стоит ждать, пока кто-то этот сахар начнет подкушивать. Значит, вот тогда нам нужно пастеризовать, чтобы остановить брожение раз, и чтобы убить все остальные микроорганизмы, которые этот сахар могут скушать. Напомню, что если мы делаем сухое вино, да, вот то, что я говорила в начале, что не надо пастеризовать все подряд. Если мы делаем сухое вино, там все процессы правильно закончились, там еды для микроорганизмов нет, мы сняли пару раз осадка, так как положено. Тоже не надо это делать там раз в неделю. И такое вино, оно будет микробиологически стабильно. Но если у нас есть еда в виде сахара, вот тогда, да, мы должны этот процесс остановить. Опять же, пастеризация это не единственный метод. Чуть позже я упомяну о других. Но вот в таком случае мы можем прибегнуть. Либо, например, мы целенаправленно хотим получить вино с остаточным сахаром. У нас сусло бродит на определенном этапе. Мы понимаем, что все, спирта нам хватит. Мы все это рассчитали. Немножко сахарка у нас осталась. Вот сейчас приятный классный вкус. И нам надо остановить брожение. Напомню, важно. Холод брожение останавливает. Но потом, когда у нас наступает тепло, мы переносим наше вино в тепло. Процессы возобновляются через некоторое время. Поэтому, если мы вот хотим действительно все остановить, и чтобы у нас была сохранность нашего продукта, значит, в таком случае мы прибегаем к пастеризации. То есть, подводя итог, у нас только два случая, когда мы прибегаем к этому процессу. Это тогда, когда у нас вино пытается испортиться, кто-то пытается его испортить. Либо, когда в вине остается еда в виде сахара. И мы этот сахар хотим сохранить раз. Ну и помним, да, что есть много любителей сахара. Не только вы, которые его попытаются скушать. А на самом деле, есть еще в старых советских учебниках третий вариант, когда мы можем использовать вот эту самую пастеризацию. Это ускорение созревания вина. Но, еще раз напомню, что пастеризация вообще это жесткий процесс. И старые советские учебники, там, конечно, много есть хороших, правильных рекомендаций. Но, вообще, советская школа виноделия больше гналась не за качеством вина, а за его количеством. Поэтому прибегать к ускорению созревания вина при помощи пастеризации лично я вам бы не советовала. Теперь, очень важно, как мы эту самую пастеризацию делаем. Напомню, это нагревание, но ни в коем случае не в открытых ямкостях. Просто так налить вино в кастрюльку и пытаться его пастеризовать, но это очень неправильно. Может появиться уваренный вкус, могут появиться еще какие-то неприятные привкусы. Хотя, конечно, есть люди, которые это пробовали, говорят, что все нормально. Да, в некоторых случаях может быть все нормально, но помните, вино вину рознь. И когда у нас идет процесс нагревания, там не только убиваются живые микроорганизмы, вино это просто кладезь химических реакций, они там бесконечно происходят, очень-очень различные, идут различные-различные превращения. И когда у нас идет температурное воздействие, а еще с доступом воздуха, то в таком случае могут пойти и какие-то негативные реакции. Опять же, может идти тоже созревание и старение вина. То есть вы свое вино просто убиваете. Поэтому ни в коем случае не в открытых кастрюльках. А как? Лучше всего это делать в бутылках. Но смотрите, если у нас бутылка уже укупорена, то могут возникнуть определенные проблемы. Если вы... Напомню, у нас же есть несколько случаев, когда мы прибегаем к пастеризации. Так вот, если мы пытаемся остановить брожение, то бутылки... Ну, я вам показываю, как поиспользованию бутылку, да? То бутылки укупорены. Корковая пробка – это очень плохой вариант. Потому что в бродящем суслие есть часть растворенного углекислого газа. При нагревании, закон физики, газ расширяется, эти пробки могут просто-напросто повылетать. Что не очень хорошо. В таком случае, какие варианты будут самые правильные? Это бутылки с винтовой пробкой. Это могут быть вот такие банки различных размеров. При этом вы в какой-то момент можете очень аккуратненько вот эту крышечку чуть-чуть приоткрутить. Газ выйдет и назад закрыли. Закрыть не забываем. У меня так было, когда я пастеризовала вино. Пару лет назад пошла пленочка. И были бутылки с винтовой пробкой. И в какой-то бутылке я эту пробку потом не закрутила. Ну, пошло сильное окисление. Да, как бы не критично, но тем не менее. Дальше. Мы всю эту красоту берем какую-то кастрюльку, которая у нас есть. На дно тряпочку. Ну, в общем-то, хозяйки многие знают, как пастеризовать. Они это делают с закатками, с консервами. На дно тряпочку. Туда наши банки, бутылки. Заливаем водичкой. Насколько это возможно. И ставим на нагрев. Ни в коем случае бутылки не из холодильника. Потому что, если вы особенно сразу горячую воду туда решите налить, все может потрескаться. То есть, перепад температур должен быть небольшой. И, конечно же, перед тем, как ставить вино на пастеризацию, тоже оно должно быть у нас несколько подготовлено. Напомню, если у нас какие-то вот такие пленки плохие, эти пленки мы должны удалить, убрать, снять с осадка и только тогда пастеризовать. Если мы хотим остановить брожение, то тоже мы снимаем с осадка. И только тогда пастеризуем. При этом, смотрите, если наше вино практически готово, скажем так, да, например, оно у вас отбродило, все было хорошо, вы добавили сахар и хотите, чтобы дальше ничего не развивалось, можно это делать вот в таких бутылках уже, с закупоренной пробкой. То есть, и потом уже больше с оси не делать ничего. Но, если у нас мы останавливали брожение, и, в принципе, даже в случае вот этих всех пленок, рекомендация, чтобы это была какая-то временная тара. Почему? Потому что потом у нас еще будут выпадать различные осадки. Ну, удалять их из таких бутылок, согласитесь, не совсем хорошо. Дальше, что касается температур. Температурные рекомендации очень разные. Вы можете встретить и в учебниках все разное, и на различных сайтах, которые пишут про пастеризацию. Важно не нагревать выше 70 градусов. Кроме того, температура пастеризации будет зависеть от самого химического состава вина. Чем больше там спирта, тем можно меньше нагревать. Что касается вин с остаточным сахаром, там есть такая интересная закономерность. Сахар до определенного момента будет защищать микробов от разрушений. Но потом, когда он определенный уровень достигает, определенного уровня, то наоборот, он как раз-таки будет уменьшать вот эту температуру, при которой клетки будут погибать. Но какое-то процентное содержание сахара, к сожалению, я нигде не нашла. Ну, такие общие рекомендации. 55-60 градусов, 65. Но есть еще один момент, на самом деле, то есть, если подробненько-подробненько про все почитать. Спирт у нас действует раз. ПАЖ действует два. Ну, ПАЖ, конечно, у нас не каждый измеряет, но тем не менее. И закрытые пробки тоже имеют важное значение. Так, например, когда проводились опыты бактерий кисломолочные, те, которые осуществляют яблочно-молочное брожение, начинают погибать приблизительно при 65-70 градусах. Но в закрытых условиях им достаточно 10 минут при 45 градусах. Представляете, насколько порог снижается? Поэтому, в принципе, в принципе, можно остановиться на температуре вот 55. Этого будет вполне достаточно. Минут 10 вы в закрытых держите. Ну, помним, да, если у нас что-то бродило, значит, у нас какие-то винтовые пробки. И мы немножечко можем их подкручивать. Как только процесс закончился, все, закрыли. Ну, минут 10 будет вполне достаточно. Если уж очень сомневаетесь, оставьте на 15. В принципе, невысокие температуры. Как бы, чем температура ниже, тем время воздействия больше. И в таком случае мы достигаем того же эффекта. Ну, напомню, да, что температура влияет на многие другие процессы. Поэтому, все-таки, лучше придерживаться, с моей точки зрения, более низких. Вот, градусов 55 вполне будет достаточно. Кто-то у меня как-то спрашивала, можно ли это сделать в духовке. Ну, в принципе, можно, только тоже будьте аккуратны. Вот, в зависимости от того, для чего вы это делаете, на какой стадии вина вы это делаете. Ну, и потом дайте им в духовке остыть, хотя бы так, плюс-минус. И потом доставайте. Тоже, когда у нас все закончилось, не надо сразу открывать и смотреть, а что же у нас там получилось. Да? То есть, дайте всему этому спокойно остыть. Вот у вас там, допустим, водички постояло все это 10 минут, но очень сомневайтесь, можете подержать 15. 15 будет более чем достаточно, потом аккуратненько выняли. И не надо это охлаждать. Пусть оно охлаждается само, тогда всего будет более чем достаточно для того, чтобы процесс прошел успешно. И, конечно же, очень важно помнить, что если ваше вино было больное, вы его пастеризовали, и вам потом есть необходимость еще его переливать, с осадков снимать, либо еще что-то, то помните, что все ваши шланжики и посудки должны быть максимально чистыми. Потому что у вас там стерильное, а здесь вокруг у нас много всего летает. И в различных шланжиках тоже много кого живет. Такое вот вино стерильное, оно может быть больше подвержено, особенно если у нас там сахар остался, различным заражением, потому что пока оно живое, там много микроорганизмов, они между собой по-разному взаимодействуют, да, и они могут угнетать других. Когда у нас там пустое место, да, помним, святое место пустое не бывает, поэтому будьте аккуратны. Конечно, вы также можете прочитать где-то в интернете, что есть варианты очень быстрой пастеризации, когда нагревают до более высоких температур, но в домашних условиях нам быстро нагреть до высокой температуры, и чтобы она недолго действовала, достаточно сложно. Поэтому я вам такие вещи не рекомендую. Ни до 80, ни до 90, более того, когда вот температура достигает 80-90 градусов, идет разрушение белков, денатурация, да, сворачивание белков, и у нас могут различные быть помутнения, могут быть, конечно, и осветления раньше в белых винах, для того, чтобы они не мутнели, для того, чтобы были стабильными. Использовались такие нагревания до 80 градусов. После этого вина очень долго хранили свою прозрачность, но еще раз я как бы уже повторяла это в ролике, температура это жесткое воздействие. Поэтому не стоит прибегать к ней без явной на той необходимости. И старайтесь все-таки работать на температурах более низких. Пару слов об альтернативах, конечно же. Что может заменить? С одной стороны, может заменить применение серы, хотя не на все организмы серы и не всегда хорошо работают. Есть достаточно сероустойчивые микроорганизмы, те же пленчатые дрожжи некоторые. Для того, чтобы их убить, надо будут очень большие дозировки. То есть, да, серы работают во многих случаях, но это не панацея, и с серой надо быть тоже аккуратными и понимать, как ее использовать и в каких дозах. Еще один вариант это фильтрация. На сегодняшний день существуют такие микрофильтры, которые не пропускают ни одну бактериальную клетку. Но компоненты вина, многие, они также имеют большие и крупные молекулы. И поэтому в некоторых случаях вот такая вот стерильная фильтрация может задерживать и определенные ароматические вещества, что также негативно скажется на дальнейшем вкусе вина. В любом случае, конечно, вам решать, какой из вариантов использовать. Единственное, что помните, когда вы прибегаете к каким-либо операциям с вашим вином, вы должны четко представлять, для чего вы это делаете. И, конечно же, еще раз напомню, если вы свое вино делали аккуратненько, правильно, далее завершится всем процессом, без всяких пастеризация, без всего оно у вас будет прекрасно храниться. Ну, я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. До новых встреч!